Вооруженные силы Украины получили еще одну высокоточную ракетную систему М270. Об этом официально сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, который отметил, что они станут хорошей компанией для «Хаймарс» на поле боя, а также поблагодарил союзников, которые передали эти системы. Отметим, что на самом деле М270 появился значительно раньше «Хаймарс», который является его облегченной колесной версией и использует один пакет с ракетами. У М270 их два и это связано с тем, что она создавалась в 70-х годах и использовала лишь неуправляемые реактивные снаряды. После появления высокоточных GMLRS машины прошли обновления и теперь могут использовать также высокоточные ракеты. А сразу два пакета и общий залп из 12 ракет позволяет М270 отправлять противнику вдвое больше подарков точно по адресам. Среди дополнительных важных факторов М270 есть то, что она базируется на гусеничном шасси БМП М2 Брэдли. А эта машина является одним из гипотетических кандидатов на получение ВСУ и освоение ее обслуживания и ремонта является крайне важным фактором. В то же время пока неизвестно, какие именно М270 были получены. Их обещала Великобритания, которая имеет на вооружении М270Б1. Эта система отличается усиленным бронированием. А также Германия, где Бундесвер держит в строю Марс-2, которая отличается от классической М270 немного другой системы управления огнем. В любом случае каждая из этих стран анонсировала передачу партий по три машины. Тоже три М270 пообещала предоставить Норвегия. Но они нуждаются в модернизации британскими предприятиями. Стоит напомнить, получение Украиной М270 между строк объявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов еще неделю назад. Что в очередной раз говорит, что между передачей вооружения и официальным уведомлением об этом может пройти определенное время. Спасибо за просмотр. Слава Украине!